Девушки отдыхают 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 Во-первых, электричество само собой, то есть там мак, там и все прочее, не хватает воды, не хватает электричества, не хватает рабочих мест, а белый, откуда она возьмется-то? Навсегда прагматизм, он всегда говорит, что не хватает рабочих мест, он всегда бьет по-живому, по-животу, но бывает хлеб, который горький. Да там, понимаешь, какая штука, там уже 15 лет ее строят, нарушая все законы, там, по-моему, порядка 9-13 законов конституционных нарушено Россию в связи с этим строительством. Давайте что-нибудь придумаем по этому поводу. А что мы можем придумать? Давайте вместе встретимся, поговорим о том, что-то придумаем. Ну, там такие мощные задействованные силы во главе, как я понимаю, с президентом, со славным президентом и наукой во главе с Робертом Нигматулиным, что там как-то, понимаешь, что говорит, не говорит. Там все сводится в конечном итоге к тому, что люди каждый год прощаются с ней, там выезжают, справляются. Печально. Я не знал, прокапывая пещеру. Но если бы это было не скапывая пещера, если бы это было просто, так сказать, вот со всем этим миром, в конце концов, с этими пчелами, которые, когда их спрашивают... А башкирская пчела? Да, куда-куда. Пропадет, да. На что они говорят, ну, пропадет, ну, улетит. Вот отсюда такой, понимаешь, вопрос. Какого, когда хрен вас, всем нам до этой, в конце концов, до этих заповедников, до этой башкирии? Че нам-то? Ты в Питере, я в Москве живем отлично. Да, в Питере тоже такое же все творится. И в Москве, я думаю, не меньше. Я не знаю, я думаю о нынешнем. И мы перепозли там, сквозь эту, да, траншею, разделяющую века, в новое тысячелетие. И, честно говоря, я думаю, что опять люди-динамики, спортсмены победили философов. Это, как всегда, печально очень, да. И, ну, мы бьемся, мы будем рубиться с этими гадами, которые ничего не видят, кроме, там, какого-то, ну, дальше живота не идут. А что же мы оставим детям? Нет, я, вы просто меня тормошите, я как бы всегда за, я всегда поддержу с удовольствием. Давайте сделаем концерт какой-нибудь, протесты там. Что я могу? Перестрелять их? Нехорошо, не по-божье. Ну, я не знаю, давайте что-нибудь подумаем, да. Но, с другой стороны, конечно, все это печально, многое творится. Сейчас происходят вообще колоссальные вещи, которые называются глобализация. Да, это такое известное слово, и меняется структура мира, поля, понимаешь, засеваются какими-то новыми культурами, да. И слово исчезает как символ, переходит мир на какой-то новый визуальный язык движущихся картинок. Сразу вспоминается Конан-Дуэль. Новая экономика, новая геополитика. Просто сейчас происходят колоссальные вещи, и они страшны. Но, с другой стороны, я понимаю, что, наверное, здесь что-то зарыто, ответ на какие-то вопросы. Потому что человечество, я уж так не побоюсь так громко сказать, оно мы с вами просто как бы, ну, 20 век, если вспомнить, ну, как бы мало хорошего. И человечество сейчас стоит в тупике, на мой взгляд, ну, как очкарика, да, очкарику, говорю. В большом тупике, и совершенно как-то абсурдно, метафизически, стихийно человечество, то внутреннее какое-то, ищет выхода для того, чтобы выжить. У меня такое ощущение, что мы вообще скоро выберем со себе своими электрическими станциями, атомными, тепловыми, и городами, со своей цивилизацией. Что такое цивилизация? Один мудрец сказал, искусство выживания в городе. А я, единственное, что меня радует, это я, когда уезжаю в деревню, и вижу мир, созданный Господом, неизгаженный. Слава Богу, в России есть эти куски этого мира, и я там себя чувствую просто очень гармонично. В природе нет даже трагедии, такой городского уровня. Там даже смерть прекрасна в лесу. То есть ты питаешь своим телом не навоз какой-то, не кремация, а просто окружающий мир. И твоя душа отлетает нормально, и деревья умеют разговаривать. Просто мы очень быстро двигаемся, и поэтому мы не нашли с ними общий язык. Я не друид, конечно, но я многое чувствую. И если мы эту природу не оставим для наших детей, наши дети просто забудут, откуда мы вышли. Как те цыгане, которые вышли из Индии и до сих пор бродят, ищут свою родину. Мы будем просто какими-то бродягами вселенной, с набитыми животами и абсолютно пустыми картинками вокруг нас. Я об этом постоянно думаю, и сегодня был концерт, я сегодня об этом пел, размышлял. Что я могу сделать? Я могу только петь, говорить об этом. Но то, что я пою, это все достаточно как бы серьезно через меня прошло. А то, что творится в Башкирии, то, что творится в других местах, сейчас капитализация, глобализация, поиск выхода стихийный. Не знаю, выживем ли мы просто. Мне кажется, если погибнет какой пещер или тот или иной заповедник, земля превратится в луну. А на луне очень плохо, на самом деле. Там надо ходить в скафандры. Там как-то и ветра там нет, и как-то и трава не растет на луне. И там совсем как-то печально. Я в деревне все время наблюдаю, мне подарили телескоп в Новосибирске. Мне сказали, Юрий, есть два способа борьбы с ночными страхами. Мы вам хотим выбрать... И мне дали два подарка. Один это способ борьбы с ночными страхами. Это прибор ночного видения. А второй телескоп. Я выбрал телескоп, конечно. Слава Богу, да. А многие выбирают прибор ночного видения. Чтобы тебя никто не видел, а ты видел всех. И за всеми подсматривал. Помните Ельцина, да? 140 снайперов, да. Вот. А это печально очень. Приборы ночного видения не нужны. Нужно иметь хорошие слухи, слушать лес, природу, ветер, облака. А ты не боишься, что вот, когда вот нас с тобой послушают, что там замечательно говорят? Ну, они рациональные. Они скажут, они скажут, но он опять говорит банальные вещи. А лукарит, он говорит банальные вещи. Они скажут, что эти козлы ничего не понимают в экономике, эти очкарихи, да. Что надо кормить страну, народ и так далее. Ну, я усталкиваюсь постоянно. Я же общаюсь с очень многими людьми. Ну, это безумный недостаток культуры. Это купечество такое. Это инженерия такая. Схематика. Догматизм. Линии. Цифр. И кажется этим людям, что на самом деле, что они как бы глубоко рациональны. И в этом есть выход. А на самом деле, эти люди душу-то до сих пор не посчитали. Да, потому что нет такой линейки, которую можно измерить. И на самом деле, они даже не понимают, что жизнь вечна. И они не понимают, просто как они будут мучиться со всеми своими гидроэлектростанциями на том свете. А чего же жизнь-то их не учит? Почему у них разорванная генетическая связь-то? Почему? А жизнь вообще мало кого учит, на самом деле. Она, может, чему-то научила Толстого и Достоевского. Очень мало кого жизнь учит, на самом деле. Ну, босиком поперся. Ну, он дошел до точки, но это было красиво. Это было красиво и по-настоящему. Это был первый хиппи России. Первый. Он вставлял цветы в дуло полицейских нагадов. Это было здорово. И этот человек был военный, с другой стороны. Он прошел все мути, жизни. Единственное, что Толстой, конечно, непротивление зла насилию, это просто, конечно, это, на мой взгляд, это, конечно, заблуждение. Потому что непротивление злу, это, значит, полное согласие со злом. В результате так оно и выходит. И поэтому со злом надо бороться. Это безусловно. Это православие, это христианство. Со злом надо бороться. Вот. Каждое поколение, просто я вам хочу сказать, проверяется. Проверяется вот войной, миром, этими безумными скульптурами, как их называем, монументы, типа Петра Первого, Добосквей-реки. Каждое поколение проверяется. Это эстетика, и она из поколения вылазит, и иногда после какого-либо поколения остается вечный огонь. А после того или иного поколения остаются просто балаганы и киоски. Где можно купить дешевую водку. Наше поколение тоже проверяется этим. Но у них тоже же есть дети. Вот объясни мне это. Я этого не могу отказывать. Я не могу это объяснить. Они что, не думают о том, что у них есть дети? Или они думают, что они сегодня умерли, и все, даже семья у них дальше не пошла? Мне кажется, благими мыслями дорога в ад. И они просто, действительно, вы правильно сказали, не задумываются об этом. Нужно кормить семью, нужно то, нужно все. Взял, открутил пару гаек с рейсов, где ходят поезда Москва и Петербург. Докормил семью. Представьте, поезд в кювете. Просто не думаю. Мы вообще странные люди. И вообще Россия, как помните, здорово говорил об этом флоренский Павел. Ну, я своими словами, конечно, что русский мужик, он всегда идет на красный. Ну, почему? Потому что эта метафизика или какая-то вера во что-то, она стоит выше каких-то просто государственных законов даже. И поэтому мы все нарушители. Тоже государственный закон какой-то там для нас ничто, а в сравнении с милостью Божией для кого-то или милостью коммунистических идеалов или еще каких-либо. И в этом мы поедаем жизнь, мы учимся, но пока что все не так весело. Но это не только у нас, это везде происходит. Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, почему мы такие дети. Я просто знаю, ну, что если бы мы учились, допустим, читая Плутарха в детстве, если бы мы учились вот этими жизнеутверждающими историями, да, таким, или там, читая там Цессерон или Платона, если бы мы вообще никогда не воевали бы, мы бы знали, что война это очень плохо. И мне все говорит, вся динамика жизни мне говорит о том, что каждое поколение действительно очередной раз проверяется. И войны будет очень много. Нас с вами не будет, и будут колотить эти заборы из бетона, и будут уничтожать природу. А другие люди будут биться с этими людьми, которые будут отливать эти безумные статуи. Вот эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока кто-то не победит. Либо мы с вами, либо они с ними. Вот и все, и поэтому... Ну, кто победит-то? По нулям? Я хочу сказать, что кто бы не победил, если кто-то победит, тут же все остановится. Часы остановятся. Только вот в динамике этой жизни мы с вами за заповедники, за чистую воду, а не за бетон, который можно скушать, да, и которым можно набить животы, а не за новую урбанистическую. Такую картину мира. И мы бьемся, и в этом и состоит жизнь, на самом деле. И никто не победит. А если кто-то... Если мы с вами победим, часы остановятся. Потому что нам нечем будет мерить добро, если бы зло победим. Если они победят, часы тоже остановятся. Будет конец света, это будет прекрасно. Мы будем с вами лежать в ржавой джакузи, видеть эти разваленные Нью-Йорка, Рима, и будем говорить, и хохотать во всю гоню. Все. Я больше ничего не могу сказать. Опасный мир называется. О, это лучшая пластинка. Я уже, видите, голос совсем потерял. Ну, я, наверное, ответил как-то. Я не знаю. Хотя, конечно, ответов нет. И мы так задаем вопросы на самом деле. Но иногда вопрос можно так поставить, что это здорово продирает. Такие редкие диски. У меня даже вот эта пластинка не сохранилась. Гера, пластинка. Жалко. Да. Гера, пластинка наша. До свидания. Мы, я комбат, избираю. Спасибо. А у вас есть более оптимистичный ответ на вопрос, что будет завтра с нами? Так я говорю, ну, путь жизни. Конечно. Ну, понимаете, ну, как понять оптимистично? Я на самом деле оптимист, я люблю очень жизнь. Вы это заметили на концерте. Но, с другой стороны, я люблю цитировать, уж простите меня, экклезиаста, который действительно сказал, сердце мудрого в доме печали, сердце глупого в доме веселья. Я, может быть, я вижу. Я вижу печаль этой жизни. Чем больше я живу, я вижу. С другой стороны, я борюсь с этой печалью. Печаль моя светла. Конечно, что делать? Ну, это факт. Пожалуйста. Ну, вы... Будет выринеть, ребята? Я полностью. Все, спасибо. У меня поезд уже через... Буквально. Спасибо вам за то, что вы делаете. Запишите мой телефон. Студийный. Давайте мы... О, серьезно? Это мой... О, серьезно. Спасибо.